Напомним, в Губкинском народное голосование пройдет 26 апреля. Принять участие в нем смогут более 2000 выборщиков, 2112. Сколько губкинских кандидатов заявили о своем участии в предварительном голосовании, нам рассказала секретарь Политсовета местного отделения Единоросов, заместитель главы администрации города, начальник Департамента финансов Алина Гривник. В результате проведенного голосования по бюллетеням мы определимся с кандидатурами по максимальному рейтинговому голосованию, кто же у нас уже от партии будет кандидатом на 13 сентября уже на основные выборы. Сегодня в бюллетене для голосования внесены ряд фамилий. Так, для информации хочу сказать, что в бюллетене для голосования в законодательное собрание 15 кандидатур внесено по кандидатурам на должность главы 3 и 30 у нас кандидатур на 15 мест по кандидатам в депутаты городской дома. По словам Алины Гривник, выборщики могут проголосовать за неограниченное количество кандидатов. В целом свою предвыборную программу во время народного голосования на Ямале представят 113 кандидатур. Из них 81 – представители Единой России, остальные 32 – самовыдвиженцы. Активную позицию проявили и 36 тысяч жителей Ямала, желающих сделать выбор в пользу того или иного кандидата. Учитывая, что численность экономически активного населения в нашем регионе составляет почти 324 тысячи человек, можем сделать вывод, что стать выборщиком пожелал каждый десятый избиратель региона.